Как вы помните, в прошлой серии я угонял тачки и получал за это бабки. Но как вы знаете, это же незаконно. И за это я получал по 6 звезд розыска. А потом всё-таки за мной погнался мент, и я поплатился за это. И всем салам, братва! И это моя уже третья серия пути до Гелика на Аризон РП Вэнсдэй. Под прошлой серией мы собрали 164 лайка, думаю это маловато. Давайте попробуем на этой серии сделать 300 лайков, и я сразу же пойду делать для вас новую серию. Указывайте мой никнейм при регистрации или Амхок, за это вы получите 300 тысяч на пятом уровне. Ну а также вводите мой промокод кэштэкхок, он вам даст ещё 720 тысяч. Меня повязал коп прямо в респе, я не знаю, может я нарушу? Я правил сильно не знаю. У меня четвёртый уровень розыска, и сяду я походу надолго. Да, меня посадили в тюрьму на 20 целых минут, ё-моё. Походу мне придётся отсаживать здесь в тюрьме очень долго. Так, я вызвал адвоката, и сейчас он приехал ко мне, и вон спрашивает, нужен ли адвокат. Да, нужен. Пишем, что нужен, и вот ждём, когда он мне кинет. Потому что тут систему поменяли, и теперь тут адвокаты могут работать только из правительства. И стоимость услуги получается 300 тысяч, шанс на успех 3%, ладно тогда соглашусь. Ну, вряд ли мне поможет это сильно, ну ладно, тогда надеюсь, что 3% прокнет. Он мне написал, напоследок, и молимся на удачу, но надо молиться. Ага, меня отправила в тюрьму Лас-Вентуруса, и мне не повезло. И ещё мне написала, из-за низкой законопослушности вам придётся выполнить в разы больше работы. Эх, и не повезло в тройне. Интересно, а сколько у меня там работ? 75 ящиков. Хех, поздравьте, 35 порций еды, 35 грязной одежды, также 31 мусор. Ну и 175 минут в тюрьме. Кайф. Пацаны, главное на зоне помните, что правильно, то, что нельзя ронять мыло. Погнали выполнять эти все задания и выходить из этой жопы. Так, в принципе, предлагаю нам начать с мусора. Получается, мы вот к этим мусорам подходим и поднимаем его на альф. И вон появилась метка, куда нам нужно сейчас отнести и выкинуть его. Вот так вот нам нужно 31 раз. Ну, уже 30 раз, потому что я уже один раз отнёс. Так, это я отнёс уже последний мусор. Теперь давайте пойдём таскать мешки. А не, не мешки, а какие-то вот такие вот коробки. Нужно будет 70 раз перетащить. Прикиньте, 75 раз. Да, я таскал себе эти мешки, и меня кто-то задоимил. Взял наглец какой-то задоимил. Теперь мне заново придётся вылечиться и пойти таскать мешки. Так, как вы можете видеть, я из тюрьмы наконец-таки вышел. Ну, как вышел? Я вышел из неё 2 дня назад. За эти 2 дня, пока я вот вышел из тюрьмы, что я сделал? Я сделал парочку угоночек. И как вы можете видеть, у меня на балансе уже 15 миллионов. А было 8. Буквально 2 угоночки сделал и заработал вот бабки. Уже 15 миллионов мы имеем на аккаунте. И пойдём, не знаю. Ну, не знаю, сейчас я хочу, наверное, ливнуть из банды. Потому что вот мы уже здесь посидели чутка. Конечно, прикольно делать угонки. Изи бабки, но, блин, за это могут посадить в тюрьму. А из тюрьмы там, блин, пипец долго выходить. Короче, сейчас я недавно получил Payday, но не получил зарплату организации. А как вы знаете, сейчас на Аризоне X4 Payday. Я чё-то так мельком глаза заметил, что у меня оказывается ещё на банке 7 миллионов. Я сам в шоке. То есть я просто в АФК стоял и выфармливал вот эти вот бабки. И ещё у меня на аккаунте 12 левел. Это я тоже в АФК стоял. То есть я сейчас могу пойти спокойно работать на дальнобойщике. Так, забежал сейчас в банк, чтобы снять эти бабки. Сейчас с основного счёта. Давайте снять деньги с основного счёта. Вот, 7 миллионов 2034 тысячи снимаю. И на балансе у меня уже 22 миллиона. Снял я, получается, 7 миллионов 2034 тысячи. А пришло 7 миллионов. Ну, комка 200к. Также ларцы организации. Давайте заберём их. Сколько мне дало? Мне аж 9 штук дало этих ларцов. Неплохо. Блин, ещё заметил, у меня в инвентаре есть 60 из аккаунцев. Давайте я их активирую. Пусть будут, лишними не будут. Переводить я их бабки не буду, потому что там всего лишь 1,2 ляма. Лучше пусть будут у меня, на всякий случай. Так, все вы знаете, что на Аризоне, на новогоднее обновление, завезли вот такие вот квестики. И вот такую вот праздничную площадь. И, как вы знаете, здесь есть квестики. Как я вам до этого и сказал, что их завезли сюда. Ну и вот, сейчас я их собираюсь попроходить, чтобы получить азы коньцу. Тут есть такие квесты Хвойный Символ. Погнали его быстренько сделают. Там, в принципе, изи. Наверное, покажу вам первый квестик, а дальше я буду проходить сам. Ну, чтобы не показывать вам лишнее прохождение, потому что все вы знаете, как они проходятся. Так, приехал купить какой-то топор здесь. Давайте куплю. У лесника, получается, сейчас куплю топор и пойду выполнять квест. Я, в принципе, проходил эти квесты и показывал прохождение. Так, что не вижу смысла вам показывать все детально, как это делать. Так, что пройду просто вот так вот. Просто срубаю здесь елочку и иду вот так вот в машинку садиться. А в машину я не могу сесть, придется бежать пешком. Забежал в какой-то дом Стивена и здесь устанавливаю елочку. Ну и, по идее, дальше нам нужно ее нарядить просто. Вот так ее наряжаю, в принципе. Теперь ее забираем и относим ее, получается, на выставку. Так, сюда ее устанавливаем, получается. И все. По идее, мы выполнили первый квест. Теперь погнали, получим награду у Стивена. Так, что я, в принципе, хотел показать. 60 АЗ на аккаунте. Подходим к Стивену. Завершаем первый квест. И посмотрим, сколько АЗ. 170 АЗ. А было 60. 110 АЗ за первый квест мы получили. И в таком роде мы будем получать дальше АЗшки. Следующий квест это Тайный Санта. За него мы получим 108 АЗ. И, в принципе, погнали его сделаю. Но дальше я вам, в принципе, показывать, как прохожу квесты, не буду. Потому что я уже делал прохождение квестов. Снимал по этому поводу видеоролик. Кстати, забыл вам сказать, что за все квесты вы получите 2000 АЗ. Это, я думаю, очень-очень круто. Так что проходите быстрее, пока их не убрали. Ну все, я полетел проходить квесты дальше. Так, как вы можем видеть, прошло очень много времени. И на часах у меня уже полчетвертого. Как вы можете видеть, я дошел до третьего квестового персонажа. По выполнению квестов новогодних. Это Ральф. И тут у него сейчас начну выполнять последние квесты. В принципе, что хотел показать. Напишу команду Статс и покажу, сколько у меня АЗ. У меня на аккаунте уже 1597 АЗ. И это я нафармил с двух персонажей. У того персонажа первого и у второго. То есть и каждый, любой игрок может так выполнить эти квесты. И получить на халяву столько вот АЗ. Как я знаю, квесты, к сожалению, уберут вот сегодня. Когда я вот снимаю этот видосик. Не знаю, когда вы посмотрите его. Но написали так, что уберут сегодня. Надеюсь, что не уберут так быстро сегодня. Может это, ну, они так написали. А уберут там завтра. Ну, короче, если они будут, то постарайтесь пройти их как можно быстрее. Вот, я сейчас быстренько выполню. Потому что в рестарт, по идее, их должно убрать. Так, ну, как вы можете уже видеть, я прошел все квесты. У последнего персонажа здесь вот, в принципе, последний квест пятый. Я его не смогу сейчас выполнить. Потому что гоблинов сейчас нету. И на следующий день уже квесты уберут. А точнее, я этот квест вообще даже никак не выполню. Ну, в принципе, так. Если считать, я выполнил все квесты. Не считая последнего. Давайте пропишу команду Донат. Вот, и здесь у меня 2044 АЗ. Прикиньте, да? Сколько я нафармил АЗ концев. Думаю, очень много за эти квесты. Я, в принципе, рад, что я выполнил эти квесты. И счастлив, потому что я их долго выполнял. И получил за них достойную награду. Вот так вот на халяву 2000 АЗ залутал. В принципе, думаю, это хорошо. Продолжение следует...